Итак, в Москве сегодня оглашают переговор по делу о трагедии в метро летом прошлого года. Тогда крупнейшая в истории столичной подземки катастрофа унесла жизни 24-х человек. Еще почти две сотни пострадали. Следствие установило, что причиной крушения поезда в тоннеле стало грубейшее нарушение техники безопасности. Стрелка на путях была закреплена только с помощью проволоки. Четверых подозреваемых задержали вскоре после случившегося, и сегодня все они признаны виновными. Сегодня подробности узнаем у нашего корреспондента Павла Краснова. Он находится у здания суда. Павел, здравствуйте, вы в прямом эфире. Дмитрий, ну чтение приговора еще продолжается. Судья уже делал 30-минутный перерыв, вот сейчас возобновил заседание. Сложно прогнозировать, сколько еще оно продлится, но здесь с самого начала были готовы к тому, что оглашение будет долгим, поскольку дело весьма объемное и сложное. Все-таки речь идет о крупнейшей, как уже сказали в истории московского метро, техногенной катастрофе, той самой аварии, которая 15 июля прошлого года произошла в тоннеле между станциями Парк Победы и Славянский бульвар. Подробности того происшествия многие помнят. Я вкратце напомню обстоятельства. В половине девятого утра поезд метро сошел с рельсов и врезался в перегородку. Первые вагоны были фактически смяты, погибли в результате 24 человека и почти 200 пассажиров попали в больницу с травмами. Но вот сегодня носками подсудимых, те, кого следственные, вот уже и суд признали виновными в крушении состава. Это трое сотрудников метрополитена и замглавы сторонней компании, которая занималась ремонтом путей. Кстати, профессиональные обязанности подсудимых даже позволили окрестить это дело делом стрелочников. Не потому, что они здесь каким-то образом к произошедшему не причастны, а просто, повторюсь, дело в их профессии. Например, старший железнодорожный мастер путей или помощник мастера. Ну и, кроме того, это главная непосредственной причиной катастрофы, таким роковым обстоятельством, стала именно железнодорожная стрелка, вот, точнее, неправильно установленная стрелка на путях. Именно к таким выводам пришло следствие. Комплексная железнодорожно-техническая судебная экспертиза, которую проводило 16 экспертов, ведущих научно-исследовательских институтов железнодорожного транспорта и других учреждений, подтвердила, что причиной крушения поезда стал неправильный монтаж стрелки. Таким образом, следователи установили причинно-следственную связь между действиями обвиняемых и произошедшей аварии. Та самая стрелка, о которой идет речь, была установлена в туннель рядом со строящимся ответвлением. Монтаж ее не был закончен, и ее детали просто примотали, прикрутили проволоку, вместо того, чтобы закрепить как положено. Разумеется, проволока не выдержала, и в результате произошло то, что произошло. Стрелка направила состав в сторону, и он сошел с рельсов. Вот это уголовное дело, кстати, не единственное. Есть еще одно уже против руководителей ряда служб метрополитена, но оно пока расследуется. А сегодня на скаме подсудимых 4 человека. Суд, повторюсь, уже признал их виновными. Но какое именно наказание им будет назначено, это, я надеюсь, мы скоро узнаем, Дмитрий. Да, Павел, держите нас в курсе. Павел Краснов от здания суда был на прямой связи со студией вечерних новостей.